Александр Викторович, Победа. Александр Викторович, каково это выиграть Лигу Чемпионов? Александр Викторович, сколько шампанского можно налить в кубок Лиги Чемпионов? Первый вопрос dynamically плащет, что-то parade сходят. Понимаете, всё, замолчали, блин. Походите, по одному. Что происходит? Я не понял. Александр Викторович, скажите, сколько можно налить шампанского в кубку Лиги Чемпионов? Понимаете, я вообще не пью, блин. У нас маджид нажрался, блин, до сих пор валяется. Пьяный. Я думаю, что достаточно, блин, выпил. Дорвался, парень, у меня теперь всё, я его на базе закрою, тогда будет мне газон в следующем сезоне чистить в Лужниках, где мы там будем играть? А сколько весит, а сколько весит кубок? Тяжёлый, нет, нет. Нормально весит, блин, у меня этот Сунзу поднимал, надорвался, выбрал на полгода, травму у него, Мавсиссяна продать пришлось, потому что он коньяк налил и тоже выпил, поджипадное шампанское жрал, блин. А этот что творил? Всё, давайте вопросы уже не по моим пьяницам, а игрокам, я их отучу пить. Александр Викторович, вы выиграли первым из российских тренеров Лигу Чемпионов, вот каково это? И что можешь сказать Слуцкому и Мауринию, в принципе, он тоже давно уже ничего не выигрывает? Да, я им могу сказать, что они оба не тренеры, я это уже говорил весь сезон. Я могу сказать, что дело Константина Ивановича живёт, потому что я сделал ставку на ротацию, работал по конспектам Берского, дополняя их своими собственными наблюдениями, да, понимаешь? Это должно было дать результат. Я благодарен игрокам, кроме тех, кто сильно нажрался, блин, после Лиги Чемпионов, потому что я уже вижу, да, кто профессионал, кто нет. И у меня профессионалы в команде играют, понимаешь? Я подбираю игроков, подбираю игроков именно по характеру. Профессионалы, они и есть профессионалы. Вот о чём хочу сказать. Александр Викторович, мы не сильно вас сейчас нагрузим, мы знаем, что вы в отпуске, бубновый футбол новый, не хотите записать? Давайте запишем, ёлки-палки, в чём вопрос? Мы как бы полагали, что очень неудобно, вы в отпуске находитесь, перерыв в чемпионате, все дела. Не страшного, ради бубнового футбола, а ради подписчиков, блин, я готов ответить на вопросы. Хорошо, тогда сразу с места в карьеру Зейдорф, собственно говоря, в Милане. Не как игрок, а как главный тренер, экспертное мнение великого тренера Александра Викторовича Бубнова. И, кстати, можно сказать, что Александр Викторович-то значимый и на самом деле скилловее как тренер, чем какой-то там Зейдорф. Ну, понимаешь, в чём дело, Гриша. Зейдорф – это хороший игрок, и он настоящий профессионал. И то, что он знает, как работать в таком клубе, как Милан, это 100%. Это не какой-то, блин, шабашник, который, я не знаю, пришёл, пришёл, по мячу не бил ни разу. Про Зейдорфа такого не скажешь, он по мячу бил и ещё как бил, понимаешь? Так что я думаю, что, ну, может, не сразу будет получаться, да, но хуже, чем было, уже точно не будет. Ну, хорошо, были примеры в Милане, когда я тренер без опыта. Приводит почему-то в пример положительный опыт, мол, Капелло без тренера практически, без, точнее, без опыта приходил. Был и Ориго Сайки, и приводит ещё почему-то в пример, не почему-то, а Леонардо. Вот опираясь на предыдущий опыт, и ваш опыт как тренер, и как наставник, вот с чем может столкнуться Зейдорф при первой своей работе? Ну, с другой стороны, у Зейдорфа легче, потому что Милан, это всегда его команда была, он там всё знает, он там всех знает, и, в принципе, времени на адаптацию большого ему не надо. Другой вопрос, что как тренеру, естественно, без опыта работы, я вон пришёл, да, но у меня был опыт работы, в отличие от Зейдорфа, я всё-таки уже, ну и меня уважают, понимаешь, я постарше. А Зейдорф, ну, я думаю, пару сезонов ему на раскачку надо дать, потому что сразу так рассчитывать, что он с Кудета возьмёт, блин, это будет чересчур. Я думаю, что, ну, года два точно Милан будет ещё болтаться, потом, ну, может, ну, я думаю, что удастся ему поднять какие-то трудности. Ну, трудности, я думаю, именно новая должность, главный тренер, это, это большие, большие, знаете, не все великие игроки становятся хорошими тренерами. Зейдорф великий игрок, но, как тренер, это же надо не только поменьше бить, надо ещё уметь договариваться с людьми, быть психологом, понимаешь? Ну, Александр, что вы испытывали в «Динамо-Газовик», когда вот первая ваша такая тренерская работа, какие у вас ощущения были? Да лучше не напоминать мне про «Газовик», я этим стал чемпионом. Нет, через любой негативный опыт надо пройти, потому что вот я, это тот пример, когда не сразу получается, говорят, ну, там, «Газовик», ну, надо с чего-то начинать, я всё-таки что-то почерпнул из этого, да, и стал уже более-менее хорошим тренером, выигравшим лигу чемпионов. — Александр Викторович, в отличие от вас, Кларен Зейдоров получил возможность тренировать команду вообще без лицензии, у него вроде даже никаких документов нет, может, какие-то минимальные корочки имеются, но ничего даже отдалённо напоминающего лицензию «Про» нет от УИФА, вообще, в принципе. У вас же она, я знаю, есть, всегда была. Есть мне секрет, к тому моменту Лобановский и Бесков уже, увы, отжили своё. Кому вы ездили на стажировку перед сдачей экзамена? — Ну, знаешь, я готовился к тому, ещё когда был игроком, то есть я уже у Бескова там украдкой кое-что спрашивал, допустим, когда играл, и когда в сборной СССР у Лобановского я тоже, это, как сказать, почерпывал знания. И понимаешь, ну даже то, что их живых нету, да, я всё равно их конспектами пользовался, всё равно их знания, их тактические наработки, они же остались. И такие люди, их наследие, оно живёт, понимаешь, это же не просто, не просто так. Вот, допустим, многих тренеров, многих современных, так называемых тренеров, да, когда их уже не станет, после них ничего не останется, потому что они ничего своего не сделали, блин. Что сделал Слуцкий, блин? Придумал мяч на мусу забрасывать, что ли? Ха-ха! Это его наработка, да, тренерская. Да ничего после него не останется, по крайней мере, если он, ну, что-то он не придумает, блин, гениально, блин. А что он придумает? Он не может состав собрать, Лёня, блин. Да пролетит он мимо кубка. Александр Викторович, вы знаете, что общего между Ренатом Беллидиновым и Кларенсом Зейдорфом? Что, блин, лицензий нет, что ли, у обоих, блин? Отсутствие побед! Нет! Ха-ха-ха! Понимаешь, блин? Ну, подожди, подожди, любому тренеру надо дать время поработать, мало ли, может, этот выстрелит тоже Ренат Беллидинов, блин. Слушай, татары, они же, знаешь, в Казани, взяли этого в Акбас Беллидиновым, он им там кубок Гагарина выиграл, а этот, может, возьмёт, да, там, и чудо свершит. Ну, был же эксперимент такой, что этот парень выстрелил, второе место занял, нечего прочего. То есть вы верите в Рената Беллидинову? Даже у вас есть какие-то сомнения касательно его неудач? Ну, понимаешь, неудачи, там же он был даже неполноценным главным тренером, плюс время, время с того момента оно всё-таки прошло, и мало ли что, вдруг, вдруг что-то изменилось, вдруг он пересмотрел свои взгляды на футбол, может, нашёл тетрадку с конспектами Бердыева или что-нибудь такое, блин, и начнёт работать. Ну, увидим, это время покажет, рано делаем выводы какие-то. Что это вообще за тренд такой, тренеров назначать без, собственно говоря, корочек, хоть каких-то образований? И побед. Ну, знаешь, в Советском Союзе, я тоже удивляюсь, в Советском Союзе такого не было, и у нас шабашники не работали, у нас великие тренеры, ну, по крайней мере, в топ-командах, а Рубина-то всё-таки, блин, не, ну, точно не аутсайдер, приглашать человека без опыта, потому что он свой, это, знаете, заканчивается плохо обычно. Потому что тренер, он должен иметь опыт работы, ну, пусть даже, блин, в команде второго дивизиона, да, но он должен иметь опыт. Если считать за опыт работы то, что в «Локомотиве» делал этот Ренат Белялидинов, да, но это невозможно считать полноценным опытом, да, вот хотя бы сезон, он должен знать, как проводить предсезонную подготовку, он должен вести команду по чемпионату, он это всё должен проработать, да, а тут он сразу из огня, да, в полымя, да, попал. И что он сделает? Он не знает, как готовить команду, он только смотрел, да, как Палыч пьёт. Чему он научит, ребят? Он ничему не научит, ему надо, ему надо самому определиться, и с первого сезона он тоже не даст результат. Но если Зейдорф, если Зейдорф, он, ну, может быть, обладает, он как игрок помнил, как его готовили, да, и он может этим знания применить. То Белялидинов, что он помнит-то, блин? Он уже сколько лет не играл в футбол, он уже и забыл, блин, всё это. По первым данным, Ринату Белялидинову не дадут вроде как ни копейки на трансферы, и уже сейчас стоялось практически точно уже два подписания, Максим Жестоков и Руслан Камболов. Кроме того, команду почти точно тоже, сейчас куча вариантов существует, покинет Рубин Ян Мвила. Скажите, смогли бы вы подписать Камболову и Жестокову под Лигу Чемпионов и продать Ромула? Ха-ха-ха! Ну, естественно, нет, блин, это смешные трансферы. Но если Рубин рассчитывает на вылет в ФНРЛ, да, если такие задачи ставятся перед тренером, я думаю, Белялидинов с блеском справится, и уже вот эти шаги верны. Мвила, это один из лучших опорников мира, как и Ромула, и если отказываться от такого игрока, ну, Камболову, блин, конечно, ради Камболова можно, блин, я бы мог полсостава продать своего. Лига Чемпионского, ну, на самом деле, страна, чего хочет Казань. Если они хотят сохранить прописку в Премьер-Лиге, они должны, ну, деньги-то выделять, потому что без денег ни один клуб не сможет ничего выиграть. Даже я, вон, Федуна раскрутил, он мне теперь по 30 миллионов выдаёт. Ренат Саярыч сказал, что он лично займётся трансфером заново подписанием в Биберсонатху, что он позвонит ему, что он скажет, что тренер сменился и попытается предложить какие-то деньги. Как вы считаете, судя по своим харизматическим признакам, есть ли шанс у Рената Саярыча на возвращение после ухода на фриагент, собственно, в Биберсонатху? Я тебе больше скажу, к нему, его сын не придёт в команду, если он попросит, а ты говоришь на арху. Я очень удивлюсь, если такое случится. У нас сегодня очень плавные мостики, на самом деле, потому что от темы к теме, к теме нас переводит футболист Рубина, на этот раз Гюхан Торе, который сейчас находится на карандаше у Интера. Вальтер Мацари хочет усилить команду Гюханом Торе и, секундочку, Артёмом Милевским. Александр Викторович, если бы у вас была такая возможность, вы на месте Вальтера Мацари, у вас команда сильнее, вы Лигу Чемпионов взяли всё-таки, в какой состав бы попал Артём Милевский? Милевский, если бы смотрели наши полуфиналы с Киевом, там он трезвый выходил, он, знаешь, моментов пять точно создал. Это при полном пропустительстве нашей обороны Милевский мог забить, я по-моему, забил даже Милевский один из голов. Если этот парень перестанет пить, как Маджид, вот сейчас валяется, если Милевский перестанет пить, он станет хорошим футболистом. И я бы даже сказал, ну не мирового, может, уровня, да, но всё равно он хороший игрок по технической оснащённости, понимаешь? То, что он пьёт, ну это я никогда не уважал таких. Я сам ни грамма не выпиваю уже сколько лет, потому что я знаю, что это добра не доводит людей. Пить вообще это зло, на мой взгляд. Ну, кто-то хочет, я не могу запретить всей команде, да, употреблять. Но если кто-то не может себя контролировать, как Артём, ну, не знаю, что в Интере хотят. Может быть, там, не знаю, у них бар какой-то открывается, блин, и они хотят этого себе, как он называется, бармена, да. Барманом я бы его взял, потому что он лучший эксперт, профессионал в этом деле. Но как футболист, сейчас его профессиональные качества, под большим сомнением, его даже Блохин выгнал. Вот и всё. Также второй вариант, второй вариант, это Гюхан Торе, товарищ, который перешёл за хорошие отступные, причём их ему самому, как он сам говорит, не заплатили, не выплатили практически ничего. Хотя, вроде как, если человек подписывает контракт, то он должен, что ли, подтвердить, что сумма получена и так далее, или она будет выплачена. Нет, практически ничего не получено. Более того, речь идёт о каких-то агентских выплатах лично от Бердыева, которые тоже не были получены. И поэтому сейчас человек играет в Бешикташу, у Славина Билича, и ждётся его возможного перевода напрямую из Рубина в Интер. Насколько реалистичен этот трансфер? Ну, Рубину сейчас нужны любые деньги, как я понимаю. И Торе, игрок, который совершенно не адаптировался в России, я думаю, что он в любом случае сам-то не захочет возвращаться в Рубины, его придётся продавать. И деньги, деньги, ну, может быть, лучше Мвила сохранить на эти деньги, которые получат от трансфера Торе, потому что он в Рубине-то всё равно не играет. Ну, лично я бы на месте Белялединова, я бы так и поступил, продал бы Торе и получил бы деньги, может быть, на нормальных игроков, а не на Камболова. То есть, вас не устраивает уровень игры Камболова, это же прекрасный защитник. Прекрасный на уровне второго дивизиона. Прекрасно, что у вас сегодня хорошее расположение духа. Хорошо, Александр Викторович, вот как сами мы всё как-то к Ренату Белядину очень хотим вернуться, но ведь важна ещё судьба и игроков, которые до сих пор находятся каким-то непонятным образом на контракте с Рубином, стоит ли им вообще беспокоиться за своё будущее, потому что, ну, условно говоря, да, есть, понятное дело, звёзды, а есть, но обычные игроки, которым, может быть, через полгода уже не придётся работать с Белядином. Как вы считаете, это серьёзная идея вообще Ренат Белядинов на посту главного тренера? Его собираются долго там держать вообще? Ну, любой тренер, когда приходит, он подбирает игроков под себя. Другое дело, что Ренату ему не дали просто денег. И он не может там, я хочу там Роналду, купил Роналду, хочу Месси, купил Месси. Он так не может. Он вынужден, вынужден чистку производить состава, прежде чем, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное, а у него денег нет. Вот. И как он должен это делать, если не избавиться от балласта? Естественно, каждый игрок, который заинтересован в том, чтобы остаться в Рубине, сейчас должен быть выкладываться по полной программе, чтобы доказать тренеру. Нет, Александр Ильич, а нужно ли им стараться? Может быть, Ренат Белядинов, вообще, как-то временная фигура на полгода, чтобы там, не знаю, дождаться выздоровления от Рактит Виланова? Ну, так шутить нельзя, блин. Ну, знаешь, знаешь, что я скажу, Гриша, мы никогда не знаем, что будет в будущем. Так что лучше стараться в любом случае повышать свою трансферную стоимость, да, может, тобой заинтересуется другая команда. Что значит, не показывать? А что делать? Бухать, что ли, как Милевский, блин? Это же тоже не выход. А насколько поднимется трансферная стоимость Мвела, если он с 11-го места сейчас с Рубином переместится, например, на 9-е? Ну, если он при этом забьет 4 гола в одном матче, повысится, понимаешь? Ну, не на много может, но все равно. Тот же Мвела, да, это игрок с мировым именем. Он-то в любом случае не затеряется. Я говорю о наших игроках, а балласть. А, кстати, откуда он вела мировое имя, если он играл в своей карьере, если не ошибаюсь, в Рейне и в Рубине? Это команды, что ли, сильные какие-то? Ну, я... То, что он в слабой команде играет, это... А что, до перехода в Барселон, блин, играл в Сантосе? Никто же не говорит, фу, да, он, блин, в Бразилии... Там Пиле играл, Ганчи! Пиле, понимаешь, когда я против Пиле играл, я ему все ноги поотрывал. Я тогда малопутно играл между Гочем. Александр Ильич, когда вы поиграли против Пиле, он карьеру закончил раньше, чем вы в пик формы вошли. Ты знаешь, ты знаешь, когда я против Пиле играл? На матче ветеранов с Патака я играл против Пиле, я ему все ноги поотрывал. Против ветеранов Сантоса? Такой матч разве был? А ты не знал, блин, что ли? Гриша, ути матчать! Понимаешь? Я против кого только не играл. Я и против Эйсэбио играл. Я и против Пиле играл, против Горинчи, против Марадоны. Я против всех выходил. Понимаешь? А если... Думаешь, почему клонирование запретили? Потому что меня бы все клонировали! А против Анилтой Бубновых, блин! Все эти Пиле, они ничего бы не смогли сделать. Я против... И знаешь, Пиле чуть ноги не поотрывал. И Марадоне тоже. И все. Почему Марадону не... Короче, Александр Ильич, это правда, что вот легенда о том, что у Горинчи одна нога была короче другой, это из-за вас? Это правда? По меня, конечно! И у него сначала была правая нога длиннее, потом... Я ему во правой ноге дал, блин, она стала еще короче, чем левая. В итоге там все перевернулось и сумятица, думаешь, почему была? Потому что это все моих ног дело! Вот и все. Хорошо, Александр Ильич, едем дальше. Про Сашу Алиева интересные новости. Во-первых, пришел в Анжи, и дальше разные интересные фразы постоянно теперь у нас говорит. Совсем, ну, не совсем, говорила на том, что Москва всегда будет побеждать Кавказ. И говоря о том, что Газаев с Кавказа, с ним невозможно нормально говорить. Оскорбил, собственно говоря, все Кавказские республики и всех кавказских жителей. А теперь будет играть за Анжи. Вообще это нормально? Можно ли такую мразь, как Саша Алиева, простить? Ну, знаешь, если он перешел в Анжи, чтобы развалить клуб окончательно изнутри, диверсант, понимаешь? Мы же не знаем, как он там будет играть. Если он будет играть хорошо, да, можно сказать, блин, Алиев, ты что творишь? Ты одно сказал, делаешь другое. А если он пришел в команду, да, так подумал, а давайте-ка я спою их все, блин. И они там нажатутся, проиграют, и Анжи вылетит во второй дивизион. Вот тогда в Москве скажут, да, красавец, Саша, человек словом. Сказал, что Кавказ будет проигрывать. Сделал, понимаешь? И то, что он сам там в этом виноват, ну, а он же слово дал, слово пацана, понимаешь? Вот и все. И это, опять же, только время покажет. Но если он начнет забивать за Анжи, вот это будет непростительно. Александр Викторович, а не думаете ли вы, что свои фразы о том, что Газаев с Кавказа, и поэтому с ним невозможно говорить, реально объяснить провал идеи объединенного чемпионата и переговоров с украинцами, по меньшей мере? Реально объяснит, шучу, не объяснит. Нет, на самом деле, я скажу вот, что, ну, то, что он так, конечно, Газаев... Газаев тоже любит, знаешь, много чего поговорить, и это тоже любит поговорить. Они все, вот пусть вдвоем-то мы разговаривают, понимаешь? На Кавказе он там много не поговорит больше, Алиев. А то, что, что ты там про Украину-то? Газаев является лидером сейчас заявки объединенного чемпионата вообще в принципе, и он ни с кем не договорился до сих пор на Украине абсолютно. Возможно, именно поэтому с ним невозможно говорить, потому что он с Кавказа? А, что, понял, вопрос. Ну, может быть, он там по-братски, наверное, пытается договориться, а без горилки приходят, кого и посылают. Хотя, может, и нет, может, он со своей какой-то паленой, блин, водкой приходит договариваться. Я не знаю, я в алкоголе не разбираюсь. Мне кажется, там хорошая, хорошая водка. У Милевского надо спрашивать. Вот Интер его не случайно покупает. Вот им тоже в таких вопросах, видимо, нужен советник. И он им не сколько как игрок, сколько вот ценный, знаешь, эксперт по алкоголю нужен. Александр Викторович, я же не забываю, что чемпионство Газаева в Салане в 95-м называется виноводочное. Поэтому мне кажется, что водку-то он нормальную приносит. Там дело, наверное, именно просто того, что он с Кавказа. Ну, значит, Али вправ в какой-то степени. А, кстати, как вы оцените закат карьеры Брессана, который был звездой Восточной Европы, прям буквально им интересовались очень хорошие команды, середина таблицы английской премьер-лиги. И сейчас он перешел в Актобе из Казахстана, собственно, и мог перейти параллельно в Крылья и в команду Крисиума, по-моему, из 2-го бразильского дивизиона. Вот что случилось? Что сделал Газаев с ним там? Да, Газаев, ну, не знаю, что он сделал. Может, поговорил с ним, научил его разговаривать, как он. И в итоге Брессан только с Актобе смог договориться. И то, наверное, он там платит еще казахам, чтобы играть. А так у меня нет гипотез насчет Брессана, но, знаете, Брессан мне много крови попил, когда мы играли с Аланей. То есть вы уважаете его все-таки в игроках? Ну, знаешь, по крайней мере, он был хорошо технически оснащен. Другое дело, что с ним Казаев сделал. Ну, может, он ему тоже ноги укоротил, как я, Гаринте. Ну, теперь фантастический тренер Владимир Никитин, который главный тренер Актобе, он теперь научит Брессана, как нужно действовать вообще на поле. Михаил, объявление темы я передаю вам, чтобы не было неловких пауз и так далее. Где-то год назад Джонатан Лежар, крайний полузащитник Террика, въехал на полном ходу в цветочный магазин на заправке бельгийской, причем будучи уже футболистом Террика, за счет чего он получил какой-то срок, условный штраф. И сейчас об этом открыто заговорил вице-президент, если не ошибаюсь, Террика, или даже президент Даудов, который постоянно пытается в какие-то контры войти с своими футболистами на своем же сайте почему-то. Я вот этого никогда не мог понять. И сейчас Лежар наконец-то ушел, он подпишет контракт с Мехелином команды «Жопой Бельгии». И вот вы как оцениваете Лежар? Вы наверняка видели его данные, вы видели его скиллы, так сказать. Смогли бы вы такого футболиста вывести на хороший уровень? Нет, он не профессионал. Если человек пьяный садится за руль, это уже... Во-первых, то, что если человек пьяный, это уже снижает уровень профессионализма. А если он еще и за руль, блин, садится, у меня уже нет уважения к этому игроку. То есть он уже как человек говно, понимаешь? Я с Лежаром лично не знаком, да? Но то, что такие факты есть, это же не на пустом месте, правильно? И то, что он там вырезается в витрины, это скандальный игрок, понимаешь? В команде уже есть скандальный тренер, это я, блин. И все остальные должны ходить по струнке, понимаешь? Если там будет два источника конфликтов, да? Если... Но это будет взрыв уже, понимаешь? А на Кавказе там все горячие, там каждый второй игрок, это... Вернее, не только игрок, да, каждый вообще житель Кавказа, он уже горячий по своей природе, да? Вот. Если там еще приезжает какой-то, блин, бельгиец, который тоже начинает беспредел творить, это шо? Ну, там... Поэтому происходят в команде конфликты постоянные. Вот о чем я хочу сказать. Другой известный алкоголик футбольный наш, российский, Давид Янчик, автор «Головорота Плетикоса» в 2007 году. Любитель не приезжать на рейсы переговорные, собственно, из ЦСКА, будучи уже достаточно подпившим на тот момент человеком. И вообще сейчас он в течение месяца держал тайну. То есть он открыто сказал, что я уже выбрал свой клуб, я наконец-то нашел команду, при том, что ранее его когда-то не взяли на просмотре в команду 2-го ирландского дивизиона. Фантастический. Североирландского даже. Господи, кошмар какой. Что же тут делать? Непонятно. Казалось бы. Но нет. Ничего подобного. Дубль легии взял Давида Янчика. Велики ли шансы этого человека ввиду того, что все говорят, что он не пройдет фитнес-тест? Понимаешь? Вот, Миша, ты сам уже понимаешь, что все проблемы от алкоголя идут. Все, кого мы обсуждаем сегодня, да, что этот Лежат, что этот Милевский, да. Ренат Берединов. Олег. Да, они, а я думаю, что они все поддавали, блин. И от этого у них... Нет, пить я не запрещаю. Но это надо все в меру делать. То, что Янчик, говорят, забухал там, пьет на каких-то заправках в Польше, потому что у него денег нету на это, на нормальные заведения. То, что человек, ему скружили голову все эти контракты, гонорары, понимаешь? И он уже все, съехал с катушек. Я с такими дел не веду вообще. И у меня, если игрок есть такой, который, знаешь, деньги получит, да и с Ленцой же ко всему относится, нет. Вот это главная проблема для футболистов и в особенности для молодых. Потому что Янчик, когда он перешел в ЦСКА, да, вот это будущее, блин, какой он! Он не прошел состав, он уже стал проигрывать конкуренцию. А потому что он деньги получает, да, а на поле не выкладывает ничего из того, что получает, понимаешь? Вот. Есть у него шансы, но если такой человек способен взяться за ум, ну, это редко бывает, когда удается ему, знаешь, встать на ноги после того, что он пережил. Это редко удается. Но если удастся, я Янчика зауважаю, на самом деле. Но пока что... Александр Викторович, в принципе, неизвестно, справились ли вы с Янчиком, потому что сейчас объективно с ним работать уже невозможно. Человек в говно прямо сейчас находится. Я прямо на связи нахожусь с ним. Он опять не может пройти фитнес-тест. Очень-очень-очень плохая история. Но при этом вы смогли поднять Маджида. Маджид сейчас дан в аренду в Валантьен. Вы же с ним выиграли Лигу Чемпионов. Ну, потому что я знаю, где Маджид должен играть. Он должен на краю играть. А этот его ставит в центр, карпер. Что ты там хочешь? Навешивает этого коротышку, что ли, блядь? И он бегать должен за мячом, если вы ему точный пас дать не можете. Любого игрока надо использовать на той позиции, для которой он создан, блядь. У этого, блин, ножки короткие. Ему дают. Он хочет, знаешь, у Слуцкого забегание перенять на мусу, когда он посоль. Ну, блин, разные совершенно игроки. И Маджи должен на фланге играть, создавать, обыгрывать, понимаешь? А этот этого не делает. Забил, блин, гол после углового какой-то корявый. И это все считается пределом его возможностей. Это отличный игрок. Это на уровень Криштиану Роналду его можно вывести, понимаешь, в перспективе. А то, что этот губит его карьеру, может, в Валансиене там, или куда он там сдан. Он там покажет себя. Вот, Александр Викторович, в восьмом году выходила статья в журнале «Тотов футбол», где был большой разбор именно личной жизни Давида Янчика. И там, собственно, задавали ему вопрос. И на вопрос, какой у него любимый на бедах, был ответ. Дан апельсиновый сок. Может, с водкой, может, с водкой. Там не договорили. Не договорил, он не успел ответить. Записали. А, сок, ну хорошо, сок, сок, дальше давай. Просто журналист, наверное, прослушал. И внимательно. Все, все. Я просто хотел спросить, как такие футболисты могут врать. Миш, вопрос у тебя еще есть, Александр Викторович? Конечно, я только что получил звонок от руководства канала «Салават Юнайтед». Мы сегодня забыли одну небольшую подтему. У вас очень хорошие близкие связи, на самом деле, отношения с Анзором Кавазашвили. И вот насчет Олива, кстати, как он реагирует, что Кавказ, вот такая ситуация. Как вышло? Я очень уважаю Анзора. Это величайший игрок. Но то, что он, понимаешь, эти высказывания, да, они неосторожны. Понимаешь, любой человек может такие допустить. И человек, который уважаемый, да, он обычно мимо ушей пропускает, но в душе он уже с предубеждением относится к тому, кто такие высказывания допускает. И Анзор, он как раз из тех людей. Ну все, пожалуй, на этом мы закончим после новогоднего выпуска «Бубнового футбола». Спасибо вам большое, Александр Викторович. Спасибо, что вы нашли время. У вас сейчас, я полагаю, все тело должно быть занято чем-то другим. Все же вы на отдыхе, на море. Как, кстати, погода, как вода? Такие стандартные вопросы. Да, замечательно. Все хорошо, тепло. Я сейчас вернусь на шезлонг, буду валяться, блин, пока не сгорю. Ну, надеюсь, что, Александр Викторович, у вас все будет хорошо. Мы поздравляем вас, конечно же, с 18 января. Поздравляю с прошедшим Новым годом. Очень неплохо. Спасибо, Гриша. Спасибо. Я понял, когда ты протоизвел. Да, поэтому, Александр Викторович, по традиции, нашей давнишней уже, по-моему, девятивыпусковой, пожелайте что-нибудь хорошее и теплое. Может быть, пожелайте смерти и всяческих невзгод Массимилиана Аллегрия, Кларенсу Зейдорфу, Джонатану Лежару, Давиду Янчику, Ренату Белядинову и Курбану Бекевичу. А также Ярославу Харитонскому. И Кариоке. Кариоке, да. Которую, кстати, могут отправить в Россию. А мы, кстати, про Писякова они вспомнили, забыли. Вот в концовке, да, да, Писякову тоже надо все поздравить. Смотрите, это первый выпуск в Новом году, и я желаю всем удачно этот год начать. Как начнешь, так и проведешь. Желаю удачно начать Зейдорфу, Белялидинову, желаю Янчику новую жизнь начать, да, этому. Лежару, прекратить визжать, блин, витрины, разорять владельцев, ларьков. Вот. Всем желаю все начать заново и начать делать хорошие дела. Вот такое мое пожелание в этом выпуске. Спасибо большое, Александр Викторович. Очень было приятно с вами побеседовать. Это был Бубновый футбол. До скорых встреч. Я пошел отдыхать на остров.